Рады приветствовать вас здесь, в этом зале, где у нас идет поток химии, продвинутый уровень. И он продвинутый настолько, что мы здесь прозреваем будущее. В этом нам помогают лучшие спикеры. Лучшие, не побоюсь этого слова. Итак, настало время заглянуть в будущее настолько далеко, насколько это возможно, в технологическом плане. Я вот сам могу прозревать будущее тоже. Впереди нас ждут два доклада очень интересных. Но будущее технологии предсказать, да я думаю, и немногие из вас отважатся. Зато это может сделать Андрей Севрант, директор по стратегическому маркету Яндекса. Прошу, встречайте. Андрей, позвольте пожать вашу руку. Да, всем привет, все здравствуйте. Я тоже к пророкам не отношусь, поэтому... Ну да, будут какие-то байки из будущего. На самом деле, в основном, иллюстрируемые примерами из настоящего. И я попробую одновременно как-то вас немножко развлекать. У меня будет некоторое количество кино. И в то же время что-то полезное для вас рассказать, потому что я понимаю, что вы, в общем-то, на деловой конференции. С другой стороны, вы работали целый день. У вас, наверное, информация уже из ушей лезет. И с этим надо что-то делать. Ну вот, про будущее. Там будет много про всякий машинный искусственный интеллект, ну просто потому что мы этим занимаемся, потому что это страшно интересно, и потому что этим нас все время пугают. Вот классическая история про то, что происходит в реальной жизни с машинным интеллектом, с искусственным интеллектом, когда за это дело берутся пиарщики, когда берутся журналисты, которым главное немножко пощекотать читателя, зрителя и так далее, чтобы просмотров было побольше. Вот сейчас, кстати, проверим, что у вас уже осело на подкорке, скажем так, в подсознании. Черт, обожаю работать, когда я не вижу людей в зале, но выхода нет, такой свет. Итак, вот сейчас появится просьба на экране, сделайте то, что там написано. Я думаю, вам это уже несложно сделать в такое время суток. А теперь, пока вы находитесь вот в этом вот расслабленном состоянии и ничего особенно не видите, я сейчас произнесу два слова. Запомните первое ощущение, образ, ассоциацию, что-то еще, что возникло у вас в голове. Ну, готово, да? Искусственный интеллект. У кого что возникло? О! И это классический ответ. Меня научили этому фокусу, научила этому фокусу американская журналистка, которая ненавидит искусственный интеллект, но мы с ней сходимся в одном. Еще больше, чем она ненавидит искусственный интеллект, она ненавидит голливудскую концепцию искусственного интеллекта. И вот в Линце на конференции мультимедийного искусства несколько, три недели назад, она как раз тоже свою работу с залом начала вот с этого вопроса. Она сказала, ребят, ну вы же понимаете, что это, в общем, большой бред, потому что, ну да, культурный контекст для нас задает восприятие вот всего того, что называется умными машинами, искусственным интеллектом и так далее. Но, и это уже вот вопрос, на самом деле, и вашего бизнеса в том числе, потому что все больше и больше ваши продукты, за счет ли там интеграции Битрикса, за счет ли там интеграции нашей Алисы, еще чего-то, они будут умнеть. И приходящий общаться с вами клиент, пользователь, он будет как-то тоже взаимодействовать не только с умными людьми, но и с умными алгоритмами, машинами, сайтами, приложениями. И его это, может быть, будет пугать, потому что на самом деле, а вот смотрите, что делают пиарщики. Есть в Яндексе такая конференция, которая называется ЯК, которую я вот шесть раз уже проводил, и каждый раз на ЯКе мы делали что-нибудь такое вокруг искусства. У нас там были стихи нейронной обороны, которые, как известно, писали наши алгоритмы. В прошлом году была музыка, написанная опять же нашей нейронной сеточкой по имени Пианола в стиле Скрябина, и фанаты Скрябина, живые белковые фанаты Скрябина, музыканты исполняли эту музыку прямо на сцене перед открытием ЯКа. В этом году мы решили перейти к изобразительному, монументальному искусству. Мы состыковались с ребятами из фестиваля стенографии в Екатеринбурге. Они большие специалисты по граффити. И в какой-то момент мы придумали идею попробовать научить сетку быть реставратором. Вот да, в этом году сеть осваивала профессию реставратора. Ей предложили восстановить утерянные фрагменты во фреске 4-го или 5-го века нашей эры. Там испанская какая-то красивая фреска. Это было сделано, но вот смотрите, это процесс, как эту фреску носили на стену дома. Но прикол-то состоит в том, что после этого, это опять же фотография, на стене дома появилась вот такая надпись, очень напоминающая заголовки и тексты современных заметок. «Первый в мире объект уличного искусства, созданный без участия человека». Вот классический журналистский, простите за выражение, штамп. Я все-таки хочу потратить реально несколько минут вашего времени, чтобы вы посмотрели, что значит на самом деле «бэкстейдж», вот скрывающийся за словами «созданный без участия человека». Йоу, роботы, лазеры, роботы-единороги. Классно, мы будем все вместе рисовать классные картинки, писать тексты. Давайте сделаем какой-нибудь крутой принтер, чтобы он рисовал на стене. А потом подумали, а почему он только принтер? А пусть нейронка нарисует эскиз. Классно было бы вот на стыке сделать такую вещь, которая могла породить что-то новое. Если мы возьмем какую-нибудь древнюю преску, например, и ее реставрируем. Это дорисовка фона, а здесь можно прямо лица, детали, всякое. Сейчас нейронные сети научились порой делать прям очень фотореалистичные изображения. Но в этом теряется какая-то интересность, что ли. Хотелось попробовать ограничить нейронную сеть. Нет, здесь надо что-то, здесь надо инпейнтинг делать. Нам надо восстановить потерянные фрагменты. Мне до сих пор непонятно, как нейросеть смогла обучиться на основании картинки, как она смогла дорисовать, понять, где восстановить лицо, кусочек птички, дорисовать штору, которая там есть. На самом деле в этой работе, которая называется Deep Image Fire, мы показываем, что информации, заложенной в структуру нейросети, уже может быть достаточной для восстановления изображений. Идея такая, а давайте попробуем настраивать веса вот этой нейросети так, чтобы на выходе получалась картинка такая, что пиксели этой картинки очень похожи на пиксели-фрески, там, где мы знаем пиксели-фрески. А там, где мы не знаем, что нарисовано на фреске, там, как бы, мы ничего не просим нейросети сделать. И вот если произойдет некоторая магия, если нам очень повезет, то в места, где мы не знаем ничего на фреске, появится что-то очень-очень правдоподобное. То есть мы даже не заметим, что что-то было восстановлено. Проступают постепенно из шума деталей. Вот здесь вот уже очень хорошо видно, видишь, потерянные части, кроме маленьких. Сама по себе идея генерации изображений, она не очень новая. Скорее новое, это то, что делают ребята в Екатеринбурге, нанести изображение на стену с помощью принтера. Сложный момент. Мы не инженеры, мы дизайнеры. Принтеры. Болт на пять. Болт на пять. Гайка на шесть. Изменились масштабы, изменились узлы, инженерные детали, и много нюансов изникло. Поэтому мы переделали все с нуля. То, что мы делаем, еще не делал никто. Технологию, чтобы она и работала, рисовала в таких масштабах. То есть пятиэтажный торец. И принтер рисует именно баллончиками. Как настоящий пацан. Каждое нажатие на баллончик и появление кружка вот этой краски на стене, это, скажем так, пиксель, точка. По нашим подсчетам, изображение должно быть в ширину от 200 до 300 пикселей. Смотри, коричневый это куда? В зеленый или в желтый? В красный. И у нас есть условно розовый и зеленый, которым можно добавить этот акцент. На самом деле, для нерези сети, если так вот посмотреть, для нее нет разницы между теми кусками, где фреска сохранилась, и теми кусками, где фреска не сохранилась. Это просто какие-то числа. У сети нет никакого опыта и знания, понимания окружающего мира. Весь опыт, которым она обладает, это одна вот эта картинка. Было интересно сделать такой стрит-арт и посмотреть, как это преобразит город, как на это отреагируют люди. Не очень хорошо относятся к людям, которые авторски восстанавливают какие-то древние работы, потому что у них все равно какое-то субъективное мнение. А если здесь нейронная сеть, она же не может быть субъективной. Нейросеть, которая не видела обучающего датасета, она с меньшим субъективизмом восстановит неизвестные регионы, просто основываясь на том, как устроены регионы, известные на фреске. И ни на чем больше. Вся мозаика стала цельно смотреть на фотошопе было бы проще это все издевать, если честно. Я запорол сейчас? Нет? В фотошопе, конечно, можно, но не так прикольно. Главное это, из-за чего я хотел, чтобы вы посмотрели эти пять минут, это вот каждый раз, когда вы слышите, что придут искусственные интеллекты встроенными рядами, оставят вас без работы, оставят ваших детей без работы, и вообще все будет делаться без участия человека. Вот вспоминайте вот этот ролик и вот этот вот текст про то, что вот здесь впервые в мире объект уличного искусства, созданный без участия человека. Вы же поняли, да, вот команда из Екатеринбурга, в которой были инженеры, художники, вот прекрасный менеджер Аня, который там на стульчике в высоком сидит, команда нашей лаборатории компьютерного зрения, вот Саша Крайнов и его программисты и алгоритмисты тоже были в кадре. Я там где-то сверху бегал, потому что, ну, этот проект у меня для Яка, менеджер со стороны Яка, Алинка, которая трясла, ой, вот там человек 15-20, работали два месяца. И, конечно же, все создано без участия человека. Это просто вот яркий пример того, как выглядит что-то такое, создаваемое с помощью современных технологий без участия человека. Для этого нужен до хрена талантливых людей, много в это дело вложивших. А теперь все-таки вот немножко так, не знаю, пофилософствуем. Вот, когда я говорю про развитие истории по спирали, я хочу сказать, что вот в общем идея того, что почему вообще мы так тревожимся, что вот машины придут, чего-то у нас отнимут, почему в головах возникает в первую очередь слово терминатор, а не какой-то милый, добрый образ заботливого робота, алгоритма, чего угодно. Ну, на самом деле, прикольно. Вот у нас так, у нас, в Америке, в Европе, да, это немного сильно отрицательные отзывы, образы возникают. Это совсем не так в Японии. Вот японцы правда не боятся роботов, хотя, казалось бы, у них роботы гораздо более массово, чем в России, заменили рабочих, например, на автомобильной сборке, у них там в автопроизводстве действительно степень роботизации там 90 с чем-то процентов. И тут оказывается, что история действительно развивается по очень забавной спирали. Вот смотрите, когда-то в истории всего человечества в общем-то место людей было отнюдь не такое наверху, исключительное, командное и так далее. Вот действительно, люди обращались к окружающему миру ну и не как к властелинам, и не с позиции властелина, а просто вот ну мы тут вместе живем. Горы, люди, облака, слушай, милая туча, пожалуйста, ну правда, вон у меня там пшеница сохнет, ну пролейся, ради бога. Вот, и потом как-то все вот это равноправие окружающего мира, нас самих природных сил, оно потихоньку стало размываться, стало оно размываться во многом благодаря, как это ни странно, совместному действию науки и монотеистических религий. Ну потому что действительно, вот когда-то люди так спокойно говорили, что мы тут все наравне, а потом потихонечку оказалось, что в общем-то не очень наравне и началось это с простейших вещей. Ну, например, совершенно же очевидно, вы, я думаю, все сегодня утром могли убедиться, что вот солнце встало, прошло вокруг Земли, сейчас уже там скоро сядет в семь часов нынче закат. И как бы картинка, вот такая мироздание, она очевидно, наблюдаема, ну и большие ученые, собственно, эту картинку много веков создавали, отстаивали, за несогласие с ней некоторым становилось жарко в прямом смысле этого слова. Ну и столь же очевидно, безусловно, что и мы, в общем-то, цари природы. как бы, у кого такое самоощущение? Вот у меня, а, хорошо, вопрос по-другому. Вот у кого самоощущение первой строчки, что он вершина эволюции? Так. Ребята, у вас с самооценкой большие проблемы. Или, а это вот сейчас разберемся с самооценкой или с религиозностью. Вот не ведетесь на это, ну слава Богу, потому что многие ведутся, и в разных аудиториях я это пробовал тоже, но вот там по-разному разделяется, но, в общем, история про то, что мы все-таки, ну как бы, не совсем то же самое, что булыжник, или даже не совсем то же самое, что какой-нибудь кот, которого мы, конечно, очень любим, но все-таки он только кот, а я человек. Вот. И вот эта история про верховенство, она на самом деле сильно портит восприятие всякого этого машинного интеллекта, восприятие будущего, в котором машины принимают решения, потому что нам кажется, что все-таки эта история про нас, более гораздо великих, и эта история, которая, уж если говорить про практическую пользу для вашего бизнеса, например, история далеко не только про машинный интеллект и современные технологии, она вообще про все то, что нынче называется модным словосочетанием вот это самое digital transformation, потому что в тот момент, когда вы хотите как-то сделать digital transformation у себя в организации, это не про то, что вы купили какой-то модный девайс, модную программу или еще про что-то, это про то, что вы изменили процессы, управления бизнесом так, что вы передоверили что-то этим самым умным приборам, алгоритмам, машинам, в облаке там какие-то решения принимаются, вы даже не знаете, где это облако живет, это чертовски трудно психологически, вот здесь же, наверное, в основном сидят люди, более-менее начальники, правда, там чего-нибудь, организации, подразделения и так далее, вот у вас нет никаких психологических проблем просто с делегированием своим коллегам, вот у кого нет ни одной проблемы с делегированием, поднимите руки, так, хорошо, давайте, а у кого есть проблемы, вон, вы, слава богу, вы хоть не все спите, спасибо большое, вот, поймите, и это вот, я ни разу не считаю это смешным, потому что у меня у самого этих проблем тоже и хватало, и хватает, у меня тоже есть коллеги, подчиненные и так далее, сотрудники, и история про то, что делегировать трудно даже человеку, которому ты очень хорошо знаешь, но в конце концов ты знаешь, что делать, если что-то пошло не так, ты с этим человеком, там, не знаю, пошел пообедал или там пошел выпил, ну, в зависимости от того, какой человек, а как с ним легче коммуницировать, но ты как-то вот пытаешься разобраться, коммуницировать в этом смысле с алгоритмом, очень сложно, а действительно происходит ровно это, у вас действительно появляются, и это вот то, к чему надо быть готовым, это уже не байка из будущего, это то, что сегодня, я вот твердо уверен, что если вы вспомните, о чем вам сегодня рассказывали даже те же вот ребята там про новинки Bittrex, это вот про это, что у вас появляются очень крутые, очень непривычные, во многом по-другому принимающие решения коллеги, где-то вот там в облаке на серверах, где-то внутри алгоритмов, которые так или иначе работают с данными вашей организации, ваших клиентов и так далее, и если их слушаться, то иногда все хорошо с результатами, но все время внутри скребет, черт, а вот я же не понимаю, почему они так решили. Вот истории про то, что, как ни странно, если вспомнить вот это искусство, все, начиная от наскальных рисунков первобытных людей, кончаясь современным мультимедийным искусством, то вдруг ты начинаешь понимать, черт, да, действительно легче, если это воспринимать не как инженера, а как художник. Вот в том же самом Линдсе, на который я уже ссылался, вот где была Арс Электроника, этот самый фестиваль мультимедийного искусства, я видел совершенно потрясающе и неудивительно, что созданный японцами арт-объект. Он технологически, в общем, не очень сложен. Это вот такая вот очень милая из мягкого пластика сделанная голова, над ней стоит камера, и эта голова делает, в общем, очень простую вещь. Она повторяет за тобой мимику, чуть-чуть задержкой, чуть-чуть иначе. Но если ты вот четко нахмурился, она тоже как-то нахмурится. Если ты выпилился и выкатил глаза, она сделает то же самое. Удивительно, как люди, вот в отличие от всяких страхов перед терминаторами и искусственными интеллектами, она, во-первых, конечно, миленькая. В отличие от робота Софии, которая там с нарочито торчащими какими-то железяками в области затылка, она очень милая, хотя тоже, да-да-да, вот нарочито, что, ребята, ребята, это все-таки что-то такое электронное. Но она так мило копирует твою мимику, что людей оттуда увезти трудно. И надо заметить, что если за ними долго наблюдать, я там реально полчаса, наверное, стоял, смотрел, как все это происходит, люди, ну, я, по-моему, ни разу не могу вспомнить, чтобы изображали на лице какие-то плохие эмоции, там, злость, все улыбаются, все как-то вот сюсюкают, мимимишкают. И она отвечает тем же. И вот это то, что меня совершенно поразило, что, ребята, мы вообще, сейчас как раз перед конференцией мы это вот с ребятами из Битрикс, там, со Светой Берегулиной обсуждали, что мы, кажется, вообще, и почему я об этом вам рассказываю, потому что и вы тоже в коммуникации со своими клиентами, партнерами, кем угодно, когда вы говорите что-то про технологические решения, может быть, иногда, как ни странно, надо позвать не начальника информационной службы или какого-нибудь там СИО, который объяснит, как все это работает в инженерных терминах, а как ни странно, позвать художника. Я думаю, что сейчас, на самом деле, строго говоря, все наши игры с Алисой активно используют то, что мы немножко и психологию применяем, а не только достижение спичкита. Продукт, он должен быть достаточно в этом месте человечный, понятный, добрый, ну вот осязаемо, воспринимаемо добрый. И тогда вдруг люди начинают с ним взаимодействовать с радостью. И это очень важно, потому что, если говорить, раз уж я обещал байки про будущее, вот вам слайд про будущее уже не от Яндекса, а от Амазона. Мне очень нравится эта картинка, потому что она действительно одну важнейшую концепцию описывает. Вот по мере того, как мы сначала там выпрямлялись по ходу эволюции человека, а потом сгорбились, ну да, сгорбились вот около терминала, а потом мы снова начали вставать, ну не с колен, но хотя бы со стула. За счет того, что сначала у нас появились девайсы, которые мы можем таскать на себе, но заметьте следующее, вот эта шутка с шутками, а это очень важный тренд, кажется, дальше не будет следующего девайса. И это любопытно, потому что очень долго разговор про будущее там электроники, интерфейсов и так далее шел в стиле, ну вот сначала были десктопы, потом ноутбуки, потом появились смартфоны, ну и очевидно, точно так же, как движение солнца вокруг земли, совершенно очевидно, что должен быть следующий девайс, а вот это будет что, какое-то носимое устройство или может быть это будут очки виртуальной реальности, мы все будем по улице ходить вот в этих самых окулусах, есть подозрение, что нет. И даже если говорить про аналогии чисто в технологической сфере, вот думаю, многие вспомнят здесь, там не знаю, 20 лет назад, вот там, конец 90-х, начало 2000-х, когда шли активные споры, это вот как раз период, когда мы были сильно сгорбившись, это вот примерно где-то здесь, шли сильные споры, собственно, а как будет дальше устроен доступ в интернет? И спор ведь был о том, а какой кабель будет поставлять интернет в наши квартиры? И были разговоры, ну вот сейчас, и это, наверное, универсально, это телевизионные провода, это и DSL, но не отговорили владельцы кабельных компаний, на самом деле, все-таки DSL очень ограничен по полосе, поэтому для того, чтобы дать быстрый интернет, телевизионный кабель годится гораздо больше, робкие голоса настоящих людей из будущего доносились про оптику, которая когда-то придет в каждую квартиру, и как-то никто не думал о том, что вообще на самом деле мы перестанем думать о каком-то кабеле, потому что интернет просто разольется по воздуху равномерно, и когда вот вы сейчас сидите, вы на самом деле, я думаю, не очень заботитесь, тут Wi-Fi работает или нет, вот я, например, на наших конференциях мониторю использование Wi-Fi вот на протяжении последних шести лет, оно просто падает, потому что люди даже не ленятся, хотя у них там на бэджиках написано, как называется, сеточка, да черт с ним, LTE работает, уже давно перестали, опять же, пять лет назад мы отдельно списывались с операторами для того, чтобы пригнали мобильные вышки, потому что, когда у меня соберется там вот примерно как здесь там тысяча-две тысячи человек, ляжет локальная сота, и для того, чтобы сеть продолжала хотя бы голос поддерживать, нужно, потому что привезли отдельную станцию, сейчас в Москве это кроме смеха вызвать ничего не может, ну собралось 10 тысяч человек, что сетка что ли от этого ляжет? Нет, не ляжет, и все эти 10 тысяч человек будут кто сториз гнать в реальном времени, кто селфи постить, и все будет работать, просто вот с приходом LTE немножко изменился, этот самый разлитый по всему воздуху интернет. И то же самое, вот буквально то же самое произойдет с интерфейсами. Когда-то это были интерфейсы, где мы должны были пользоваться специальным языком команд, потом появились мышки, и это уже было немножко ближе к человеку, потом появились тач-интерфейсы, которыми без всяких курсов по обучению Windows может овладеть любой ребенок или любая старушка, но как справедливо, вот Аркаша заметил, Аркадий Волош, на Яке в этом году, все-таки, когда нам надо поговорить друг с другом, мы не начинаем диалог с того, что мы подходим, тыкаем, ну в смысле, не в экран, а в живот собеседнику, и потом начинаем общаться. Не, ну правда, то есть это гораздо, это огромный прогресс по сравнению с интерфейсами, которые требуют набора каких-то текстов или команд, или там кликанием в какие-то окошечки и выбором чего-то из меню, но все равно это еще достаточно противоестественно. Конечно, там, если говорить, вот опять же, в аналогии доступа в интернет, когда-то мы были счастливы ADSL, и понятно, что оптика это колоссальный прогресс, но на самом деле прогресс в том, что тебе вообще кабель не нужен. И в этом смысле точно так же тебе перестанет быть нужен носитель устройства для взаимодействия с умным миром. То есть, вот основная роль, понятно, что они, конечно, не умрут, понятно, что эти устройства будут нужны для определенных задач, так же, как мы до сих пор довольно много времени проводим за большими мониторами больших компьютеров для кучи задач, это удобнее. Вот не придумано, как работать с большими эксцельными таблицами на маленьких экранах, это просто бесчеловечно. Но тем не менее, да-да-да, я понимаю тех, кто смеется, мне тоже иногда приходилось. Но тем не менее, история про вызов такси, например, она тоже эволюционирует. Давайте посмотрим простейший сценарий. Вызов такси. Когда-то это надо было набрать в Гугле или в Яндексе, прочитать телефон, который после перехода на сайт оказался на странице сайта, набрать этот телефон, позвонить, заказать. Прогресс дошел до того, и это был колоссальный перелом, что вы можете нажать кнопочку, и такси приедет. Но в мире без устройств, в этом самом умном мире, где интерфейс разлит в воздухе, вы вот слегка пьяненькие вышли из бара, подошли к фонарному столбу, сказали, «Домой». Приехала машина. Еще через несколько лет она еще и без водителя приехала. И это везла домой. И, собственно, это естественно, потому что опознать вас в каком-нибудь столбу, во-первых, вас и так на улице дофига камер, которые вас и так опознают. Ну а тут столб еще опознают. А если в столб встроен какой-то голосовой интерфейс, ну да, я, конечно, имею в виду столб пока не где-нибудь в Тиму-Таракане или там на лесной дороге, а столб в большом городе, неважно, причем не обязательно в Москве, Казань или там куча наших городов-миллионников не хуже Москвы в этом смысле инфраструктуру умного города уже имеют. Вот. И окажется, что вы можете... Да, там, правда, возникают вопросы, что ты там начнешь, не знаю, по крайней мере, мужчины иногда используют там столбы деревьев в определенных целях, когда вот, особенно после пива, а у тебя столб и не стыдно. Так тоже будет. Но это как бы побочка. А основное это то, что вот взаимодействие, и кроме шуток, это вот то, о чем говорит Амазон, о чем активнейше говорит сейчас Гугл, потому что они поняли, что они вот это пропустили. Они очень сильно думали о том, для какого устройства делать следующую операционку, которая позволит захватить мир, а вдруг выслушит, что это не операционка, что следующая платформа может быть не привязана к устройству, и поэтому сейчас бешено совершенно вкладываются в то, чтобы ассистент Гугловый жил везде, где только можно. Потому что, кажется, вопрос не в том, чтобы создать устройство и операционку под него следующего поколения, а в том, чтобы присутствовать во всех умных устройствах, даже если это кофеварка, созданная там китайской фирмой. Потому что, строго говоря, с этой кофеваркой можно поговорить, и дальше возникают интереснейшие модели, и эти модели не теоретически, а то, над чем сейчас люди вовсю работают, что ведь дальше дом набит этим устройством, он еще внутри должен разобраться, кто за что отвечает. Потому что смешно было бы воспроизводить вот в этом нормальном мире, где ты общаешься с умной средой вокруг, те картинки, те пэттерны, которые нам привычны, и которые навязаны нам инженерами, на самом деле, что за температуру напитков отвечает холодильник, а за температуру в комнате кондиционер. Но, простите, если это умный дом, то я, находясь там, не знаю, в подвале могу, и понимаю, что, черт, слушай, я же забыл, там сейчас солнце взойдет, жарко станет, я могу сказать стиральной машине, слушай, пожалуйста, чтобы там прохладнее было наверху, они договорятся, если это умный дом, умное окружение, они договорятся с друг другом, что машина, конечно, стиралка сама не умеет управлять климатом, но елки-шипалки, они могут договориться через облако, через какой-то центральный, хрен его знает, это вот сейчас решается, как устроена платформа будет, договорятся между собой, и кондиционер начнет подстраивать температуру. И там тоже будут возникать истории про психологический комфорт пользователя, про вот те самые страхи, о которых я говорил. Только что вот Амазон, я ссылаюсь на Амазон очень много, потому что Амазон действительно первопроходцы вот в этой создании инфраструктуры умного мира вокруг нас, не умных устройств, а умного мира мы не знаем на самом деле, потому что ты можешь обратиться к тупому устройству, в котором есть только микрофон, а что-то умное будет происходить в облаке, и умный дом будет это формировать. И в этом начинают работать сплошные психологические особенности восприятия. И это, с одной стороны, байка из будущего, с другой стороны, бизнес-совет вам. По мере того, как вы будете внедрять всяких там чать-ботов, еще кого-то, все время помните о том, чтобы это было комфортно людям, чтобы вы их не раздражали. Вот последние объявления Амазона, которые были буквально на прошлой неделе, меня поразили тем, что они раскатывают технологические вещи, но эти технологические вещи отслеживают психологические проблемы. Ну, например, казалось бы, они раскатили смешную вещь. Они раскатили способность Алексы, их голосового ассистента, различать шепот по тембру. По громкости его нельзя различать, потому что если человек, близко наклонившись к колонке, прошептал что-то, то громкость, в смысле амплитуды звука, она может быть вполне такая, как если он громко сказал из другого конца комнаты, или даже громче. Но он сказал шепотом, и, собственно говоря, простая математическая задачка этот шепот выделить именно как шепот. Почему? Да по простой причине. Если вы человеку говорите что-то шепотом, как правило, это означает, что рядом происходит что-то такое, что вообще-то вы не хотите, чтобы он в ответ вам орал. Ну не знаю, ребенок спит. И поэтому Олекса должна тихим шепотом ответить ему. Это нормальная человеческая реакция. И вот из таких миллионов, ну миллионов, не миллионов, но из большого числа вот таких мелочей складывается комфортное общение. Такие мелочи в итоге будут конкурентными преимуществами, потому что после того, как один раз у тебя ребенок проснется от того, что бодрый ассистент заорал во время его сна, после этого ты подумаешь, как бы на другого ассистента не перейти, который шептать умеет, когда надо говорить шепотом, черт подери, дети спят. И вот такие вещи новые, непривычные для нас, не столько инженерные, сколько психологические, хотя, конечно, решаемые с помощью суперинженерии, они будут определять, с кем останется клиент или к кому уйдет клиент. И это история про то, что вот в какой-то момент нам надо, во-первых, ну вот слезть с этого самого пьедестала, что мы великие существа и какие-то тупые искусственные интеллекты, конечно, ребята, они вполне себе наши коллеги. Их надо обучать, если они ведут себя невежливо, их надо ставить на место с помощью, конечно, программистов, но при этом думать о взаимодействии, об использовании их взаимодействия с другими людьми больше с позиции художника, а не инженера. И тогда и нам проще принять им умный мир. И что самое главное, в таком умном мире комфортно будут жить наши клиенты, и это очень хорошо видно на примере детишек. Это не постановочный ролик, это пользовательский. Отлично, но немного одиноко. Обращайтесь ко мне почаще. Качи-качечку. Качи-качечку. Решил однажды принц найти лягушку для урока биологии, а вокруг одни и принцессы. Как тебя зовут? Меня зовут Алиса. Я тебя зовут. Вы же понимаете, что для нее Алиса это подружка уже с детства. И вот одна из важнейших задач, например, перед нашей командой, которой Алиса занимается, вот это доверие не потерять, оправдать и поддерживать. Потому что если вот с самого начала вот так с тобой начал разговаривать ребенок, его обмануть это вот ну плюнуть в душу с точки зрения этической и моральной, а с точки зрения бизнесовой навсегда потерять, потому что вот слушайте, ну вы всегда же были люди у вас, наверное, у каждого в жизни, которым вы верили, доверяли, потом этот человек вас обманул. Вы вспомните свои ощущения по отношению к нему. Ну вот ошибка в коммуникации с использованием вот этих технологий может стоить примерно того же. и это касается любых технологий. Вот еще один пример, который хочу показать. Это история про беспилотники. Тоже очень модный разговор, тоже очень много рассказов про то, что там надо сначала решить этические проблемы, потом выпускать их на улице. Вот я хочу сейчас показать сначала ролик, потому что очень интересно, как люди реагируют на беспилотник, впервые в нем оказавшиеся. Мы на Яке впервые просто вот людей, пришедших на конференцию, пустили, ну там живая очередь была, ну 700 человек, худо-бедно, это там примерно треть тех, кто пришел к нам на конференцию, прокатились на машинке. Мы там прямо по территории гоняли несколько машин беспилотных. И да, мы предупреждали ребят, что мы еще будем вас снимать. Они об этом быстро забывали, но наблюдать... ой, а что это он у меня... Нет, я хочу назад. А запустите его, у меня он не запускается с кнопки. Ну нет, это не искусственный интеллект, это мое плохое владение пауэрпойнтом. Это все ладно, это шоу, вы вот следите за лицами людей, когда начнутся снимки из машины. Даже не ощущаешь, что все это происходит. Вот девушка реально с ней общалась, это тоже характерно. Как ты напедалишь грушу? Машина едет сама? Когда ты садишься и она едет сама, это просто капец. Ну так вот, во-первых, на что они больше всего смотрят? Больше всего они смотрят на самостоятельно вращающийся руль, и это многих немножко... Ну и тут ребята, конечно, продвинутые... Блин, не хочу пока. Ребята продвинутые, технологические, технологичные, раз они перешли на ярко, но даже их это вот как-то немножко сам крутится, потому что психологически мы ожидаем, что руль это нечто, что находится в руках человека. Многие из них, сами водители, они хорошо знают это ощущение. И вот машина с отпущенным рулем, это в общем, ну когда ты сам ведешь машину, ну в общем, это так, не только нарушение как бы правил вождения, но и просто реально опасно. Поэтому, на самом деле, вот это обсуждается с создателями беспилотных автомобилей, и они даже заставили, в Америке была же очень интересная история, они даже заставили законодателей, которые сначала требовали, что машина как раз должна обязательно беспилотно иметь все органы управления, чтобы в случае чего человек перехватил, нельзя, потому что человек, во-первых, пока будет перехватывать, она точно разобьется, он не успеет быстренько врубиться, потому что, ну когда она сама все делает, ну блин, и тут в критический момент, то есть вот это, опять же, непонимание психологии, которое пытались заложить законодатели, что вот в критический момент, когда машина не уверена в принимаемом решении, она должна подать сигнал водителю, и решение должен принять человек, вот вы себе представьте, вот вы едете по городу, последние полчаса машина ведет себя сама, со всем справляется, и критическая ситуация на перекрестке, вот кто-то выскочил, блин, на красный свет, на пересечении, и в этот момент биби-биби-биби, а теперь ты, ну результат абсолютно предсказуем, поэтому вроде бы такое логичное решение, что в критической ситуации надо отдать, принять решение человеку, блин, он не успеет принять, его убьют, ну просто, вот, поэтому история про то, что человеку будет комфортно в машине, в которой вообще нет органов управления, она оказывается психологически действительно довольно правильный, и это, как ни странно, оказывается, проходили создатели беспилотных всяких трамвайчиков в аэропортах, потому что во многих аэропортах мира уже бегают такие монорельсы, выли там по обычным рельсам, поезда, которые от терминала к терминалу возят, и там когда-то тоже были вот такие вот с затемненными стенками кабинки, чтобы в случае чего, если сломается, туда сел водитель и отогнал там в депо, но оказалось, что людей это сильно нервирует, там же человек должен сидеть, а его нету, что-то пошло не так, когда там просто сделали стекла, ну ездит и ездит, вроде нормально едет, вот поэтому, как ни странно, будущие беспилотники не будут иметь вообще органов управления, и это тоже чистая психология, но сейчас вот я хочу показать, как этой задаче подходят художники, еще один совершенно прекрасный пример, вот когда художники начинают разбираться с той задачей, которую вот я сейчас вам сформулировал, что люди немножечко не доверяют, боятся, не все, но многие, беспилотного транспорта, инженеры начинают объяснять про безопасность, про скорость решения, про количество процессоров, которые используются в мозгу этой самой беспилотной машинки, а что делают художники? Вот мы не умеем так думать, нам надо учиться, потому что сейчас проблема не только создателей беспилотных автомобилей, это проблема всех нас, кто использует высокие технологии в своих продуктах, что делает художник. Художник запускает проект «Почувствуй себя беспилотником». Он делает вот такую тележку, ну, реальную, физическую тележку, на которой стоит наверху вся хрень, которая стоит наверху беспилотной машины, лидары, камеры, датчики скорости, все же на свете. Он вешает туда реальный блок, такой же, который обрабатывает информацию в настоящей машине, только этот блок не дает напрямую управляющие сигналы на электрические колесики, а он выводит картинку в очки виртуальной реальности. А дальше сюда кладут живого человека и говорят «Почувствуй, вот прокатись так по улице». Ну, вот я видел, как человек просто даже по выставочному залу, где там других машин нет, а есть только люди, которые еще перед ним расступаются, ходят, ну, в общем, там очень хорошо видно, потому что там довольно прохладно было такое огромное темное здание бывшего почтамта в Линце, где это все проходило, и человек в маечке ложится, начинает рулить, чувствуя себя беспилотником, и видно, как у него темнеет майка на спине, потому что он потеет. Или она. Вот, потому что реально вот почувствуйся. И что говорят художники? И да, вот после этого интересно говорить «Я многое понял за эти три минуты, что я пытался побыть беспилотником». А что говорят художники? Мы пытаемся возбудить эмпатию. Потому что рационально люди, многие люди, никогда не примут беспилотники вот только путем рассуждений, обдумываний и так далее. А вот побыв беспилотником три минуты, ты начинаешь чувствовать к нему вот сочувствие настоящее. И после этого как-то уже готов сесть в эту машину, довериться ей и так далее. это другой взгляд. Мы плохо умеем так думать и как вот все-таки человек, имеющий прямое отношение к маркетинговым коммуникациям, недоиспользуем это в своей маркетинговой или какой угодно другой коммуникации с нашими клиентами, партнерами и так далее. Вот еще один пример. Я все время сейчас пытаюсь вам на самом деле не то, что продать, но подсказать одну идею. Немножко больше дергайте людей с художественным мышлением, когда вы страиваете свою коммуникацию. Это будет гораздо лучше, чем вот попытка коммуникации с клиентом, потребителем, партнером, основанная только на каких-то рациональных характеристиках того, что вы делаете, вашего продукта, вашего сервиса, чего угодно, потому что это правда немножко напоминает научные журналисты до сих пор продолжают сравнивать там, не знаю, даже мобильные телефоны по каким-то идиотским характеристикам, типа там, такт. Слушайте, вот кто из вас знает на какой тактовой частоте работает процессор в телефоне, который у вас в кармане? Ну, правда. Не, я понимаю, что здесь есть некоторое количество гиков, вот человек знает, но в среднем люди не знают сколько миллиардов транзисторов вот в той микросхеме, которая у него, и выбирают они телефоны не за это, поверьте. Вот, и это означает, что в общем вот нашу привычную, у нас высокотехнологичный продукт, поэтому мы сейчас съедим людям мозг, завалив их страшными научными цифрами и вот такими цифрами. Столько-то миллиардов транзисторов, столько-то миллиардов пикселей, тактовая частота там уже в терагерцах, и... И вот снова пример из того же самого Линца. Вот хакатоны, очень нынче популярная вещь. И в Линце проходил хакатон, на котором предлагалось ребятам, программистам решить следующую задачку. Вот есть экранная клавиатура, на которой буковки, циферки, вот есть многоотводный шлем, который снимает электроэнцефалограмму с головы человека, есть доброволец, на которого можно надеть этот шлем, а дальше напишите такой код, чтобы силой мыслей человек, управляя курсором, быстрее всех набрал заданное слово. Это вот, собственно, соревнование, которое будет в конце дня. И хакатон, как хакатон. Вообще, хакатоны вокруг нейроинтерфейсов довольно массовая сейчас вещь, не то, чтобы что-то уникальное, но это происходит на фестивале искусства. И поэтому пока за одной линейкой столов сидят ребята и быстренько пишут код, который позволит вот в итоге человеку, от которого снимаются вот такие вот сигналы, реально передвинуть курсор достаточно быстро, и быстро, и точно, чтобы набрать правильное слово. А что происходит в соседнем ряду? А в соседнем ряду сидит куча других людей, которые придумывают, как должен выглядеть этот самый шлем, который человек надедет на голову, потому что вот в этом человек на улицу не пойдет. И идея состоит в том, что, ребят, ну мы же хотим, чтобы, если когда-то это станет массовым способом, вот нейроинтерфейс, массовым способом взаимодействия с компьютером, с реальностью, с чем угодно, то надо же, чтобы это выглядело модно. Давайте мы придумаем, как это может быть. И тут сидят вот дизайнеры, которые, на самом деле, вот если опять же вернуться сейчас к терминологии, которая нам всем понятна, это и есть правильное продуктовое мышление. Потому что просто технологическое решение, не обернутое в правильный продукт, никому не надо, кроме трех с половиной гиков. Три с половиной гика могут выйти на улицу в таком виде, остальные нет. И это вот опять же про то, почему нам полезно немножко, даже если мы занимаемся очень прикладными практическими вещами, внутри быть художниками. Потому что на самом деле с их помощью или в себе воспитав немножко этого самого художественного мышления, мы позволяем людям, позволяем своим коллегам, позволяем своим инженерам создавать в итоге продукт, а не просто голую технологию, потому что голая технология в общем, достаточно бесполезная история. Она очень хороша, чтобы рассказывать о ней на конференциях, очень плоха с точки зрения окупаемости бизнеса. Ну и по сути дела я хочу уже сейчас, пусть лучше больше времени останется на вопрос, мне гораздо приятнее вас послушать, да и вы проснетесь, это веселее, чем если я сейчас просто вещаю. Поэтому я сейчас хочу просто показать уже практически последний слайд с какими-то выводами. «И да, это можно назвать разговором про будущее, но на самом деле это абсолютный разговор про сегодняшнюю вашу коммуникацию, в ваших продуктах, в вашей всей деятельности компании, потому что, вот да, просто простой, тупой, практический вывод из того, что было на предыдущем слайде про хакатон. Вот на просто хакатон, где люди чего-то такое программируют, сидят в шлемах, и там какие-то кривые по экранам, ну приедет две камеры, если вы их позовете, ну в общем, это очень нетелевизионная картинка. Журналисты будут все время морчиться. Когда выясняется, что там какие-то охренительные красоты, вот такие шлемы делают, их может надеть на себя ведущая, знаете, сколько там камер было? Ну вот пиарщики меня поймут. И да, это тоже технология, на самом деле, это технология взаимодействия с миром коммуникации, используя правильно приготовленные с помощью художников эмоции. Ну и на самом деле, это действительно просто обеспечивает и наш, и наших клиентов, и наших друзей, и наших продуктов комфорт в этом мире. Поэтому вот да, ну тут вот я написал какие-то три тезисы, но они, в общем, примерно понятны. Я пытался их как-то проиллюстрировать про то, что голая технология немножко пугает нормального человека. И надо ее все-таки делать немножечко более облагороженной человеческими эмоциями. Ну и да, вот действительно, история про то, что поскольку мы передоверяем технологии все более и более сложные и важные вещи, то, опять же, очень неправильное и рациональное объяснение, излишне рациональное. Просто технология должна объяснять, как принимается каждое решение. Да нет же. Человек, во-первых, сам не в состоянии объяснить больше половины принимаемых своих решений. По-моему, вы сегодня с утра должны были слушать прекрасную лекцию о том, насколько вот те решения, которые мы принимаем, думаем, что силы интеллекта, на самом деле другими местами принимаются, а отнюдь не интеллектом. И поэтому тоже самая история к машинам. Вот в конце концов, сейчас очень часто говорят про то, что необходимо, необходимо, чтобы искусственный интеллект обязательно был интерпретируем, то есть вот чтобы решение, которое принимается в машине, было бы до конца понятно и вообще все должно быть до конца понятно. Вот на эту тему последний тезис, и он, наверное, самый важный, потому что про него говорят очень мало. А я просто в последнее время удивился. Люди правда считают, что вот до появления искусственного интеллекта, люди, которые физику никогда не изучали или изучали, но забыли в школе, что мир-то вообще в принципе недетерминирован. Поэтому представление о том, что все на свете можно объяснить, оно сильно неверно и без искусственного интеллекта. И представление о том, что вот пока не появились эти самые слишком умные алгоритмы, мы точно знали, вот я не очень понимаю, что значит точно знали, правда, если взять и достать из кармана этот самый пусловутый смартфон, то вот кто точно знает, нет, не знает, кто хорошо понимает квантовую физику твердого тела, без которой не было бы ни микропроцессоров, ни микросхем, ничего. Подозреваю, что ничего. Даже если случайно вы отлично в бэкграунде у вас там кандидатская по физике, желательно по квантовой физике, но тогда почти скорее всего вы ничего не понимаете в микрокоде, который на следующем уровне управляет этим процессором. А если вы хороший системный программист, который понимает в этом микрокоде, вы вряд ли знаете либо про квантовую физику, либо не до конца понимаете, что делает код, который поверх бегает. Ну то есть вот мы живем в мире устройств и так достаточно сложных, чтобы кто-то мог сказать, что он до конца понимает, как там что-то происходит. При этом вдруг пугаться следующего уровня сложности, когда мы даже не очень запрограммировали, а просто научили машинку что-то делать, наверное, все-таки не стоит. И поэтому эта вот история, что, как я говорил вначале, имеет смысл взглянуть на мир не с позиции царей горы, а с позиции того, что вот, ну да, мы одни из нескольких типов разумных существ в этом мире. Мы можем с ними разговаривать, договариваться и даже сотрудничать. То есть это лучший способ, чем их все время бояться. Но это касается и вообще всего вот этого слишком умного мира, в котором там на стол пописываешь, а он тебе в ответ проповедь прочтет. Лучше в таком мире смириться с мыслью, и это нормально, потому что я не упоминал довольно намеренно, что пока все вот это будет происходить вокруг уже существующих и хорошо развитых на сегодня технологий машинного интеллекта, подоспеют через 10 лет, через 15, там действительно все не совсем быстро. Квантовые компьютеры, смею заверить, никто из вас, никто из нас не имеет шанса понять, как они работают. Ну правда. Всего того, что я когда-то довольно много в прошлой жизни занимался квантовой физикой. Вот такие псевдообъяснения, которые сейчас есть про них, конечно же, будут создавать иллюзию, что вы понимаете, как он работает, но как в действительности работает квантовый компьютер, хорошо, если будет 100 человек в мире понимать. Остальным придется принять на веру, что работает. Ну вот, собственно, и все. Ваши аплодисменты. Андрей Сибрандт, явный технооптимист. Да, абсолютно. Но все же, вы нам сейчас долго рассказывали про то, что бояться не нужно. Но вот где-то, вот там вот все-таки, ну, а что должно произойти, чтобы вот было чего бояться? Чего вот вообще бояться? Ну, слушай, как-то странно, если теперь ты хочешь, чтобы я все-таки попугал людей, я могу. Так, бойтесь. Бойтесь того, что вот все то, о чем я рассказывал, все могущество вот этих сверхалгоритмов, огромнейших систем, которые, железяк, на которых эти алгоритмы гоняются, не было использовано плохими ребятами. Потому что мы живем во время открытого кода. Гугловый тензорфлоу лучшего нету для, вот, так сказать, обучающих. Понятно, ну, то есть бояться стоит в конечном итоге не интеллекта искусственного, а все-таки других людей. Как во всех остальных вещах надо бояться людей, но надо понимать, что с искусственным интеллектом есть одно серьезное отличие от атомной бомбы. Вот с атомной бомбой там хорошо работают старые вещи, инженерные способы защиты периметра. Потому что, как бы, это считное количество производств. Вот, ты не можешь у себя дома все-таки, вот реально, в буквальном смысле, дома сесть и изготовить атомную бомбу. Ну, не получится. Там технологический процесс такой, что не получится. А вот сидеть и загрузивши куда-нибудь там на хороший большой блок амазоновских серверов совершенно открытый код обучать машину чему-то очень плохому, ты можешь. Тебе для этого достаточно обычного ноутбука. Ясно. Спасибо большое за то, что все-таки вернули нас в реальный мир. Сейчас побуду немножечко голосовым помощником нашего приложения BitConf, через которое, собравшись здесь, задают вопросы. Вопросов очень много, не знаю, успеем ли мы все. Я поэтому постарался заранее. Поэтому, да, я буду в режиме Блиц практически задавать их. Бурное развитие технологий привело к неумению людей коммуницировать вживую. Что будем с этим делать, интересуется Эдуард Козлов. Я не верю в этот тезис. Я наблюдаю, например, как сейчас ребятишки молодые в многоязычных командах коммуницируют с помощью эмодзе. Я офигеваю. То есть, вот люди придумывали там, не знаю, эсперанто десятилетиями, не полетело, они все мечтали, что когда-то будет язык объединять, они вот этим, это иероглифическое письмо, абсолютно интернациональное, развивающееся у нас на глазах, и уже до момента создания систем синхронного машинного перевода, позволяющие ребятам из разных стран, не зная языка друг друга, очень эффективно общаться. Они общаются по-другому, это правда. Это не значит, что они не общаются или не умеют общаться. То есть, живое общение прогнозирует? Живое общение тоже никуда не девается. Они в итоге договариваются, где они соберутся покупаться вместе при Луне, например. Хорошо. Спасибо. Так, Ева Ильина их интересуется, ну, во-первых, Андрей, спасибо за выступление, пишет, она очень ждали всей команды. И вопрос. Как скоро искусственный интеллект сможет точно копировать стилистику, манеру речи любого человека? Правильный вопрос не как скоро, а как скоро оплата этого станет доступна любому человеку. То есть, в принципе, если очень постараться, это можно сделать сейчас, но это дорого. То есть, во-первых, от этого человека потребуется, чтобы он был, например, диктором или каким-то политиком или еще кем-то, у кого есть много часов, пока нужны десятки часов, высококачественной записи речи. После этого вперед. Уже сейчас существуют такие детали. Но это дорого. Еще раз, это дорогие алгоритмы, которые требуют очень большого железа, которые требуют долгого обучения каждый раз под конкретного человека. То есть, там нет технического барьера на сегодня. Это финансовый барьер. Когда это станет дешевым и массовым, как почти любая уникальная технология, в какой-то момент переходит в раздел дешевого массового продукта. Но я думаю, несколько лет, немного совсем. Понятно. Следующий вопрос. Андрей Гриценко пишет. Вот как раз вы показывали ролик про то, как маленькая девочка беседует с Алисой и уже дружит. Так вот, дети трех и шести лет утром просят поздороваться с Алисой. Им нравится загрузить ее с самого утра своими детскими вопросами. Как вы считаете, дети могут перезагрузить своими вопросами мозг Алисы? К счастью, нет. К счастью, нет. И поэтому мы очень внимательно следим за тем, чтобы они ее случайно не научили. Потому что даже дети могут, мы это проверяли, у нас, к сожалению, были истории, которые я не очень могу рассказывать, иногда дети могут научить плохому, вы не поверите. Поэтому у нас там процесс обучения Алисы весьма контролируемый. Так, вот еще пишут уже, ну, это связано уже с человеческим интеллектом, не с искусственным. Эдуард Козлов интересуется. Андрей, как вы выделяете главное в таком огромном информационном потоке и что для вас по-настоящему главное? выделяю я плохо, выделяю я ненаучным образом, я, к сожалению, очень многие вещи в своей жизни делаю методом ненаучного тыка. начиная от планирования путешествия, я не умею, есть куча людей, которые делают это очень системно. Я вот реально способен планировать путешествия путем закрыть глаза, ну, нет, карту я держу в Европе, правда, вот на таком уровне, что я не готов сейчас в Южную Америку, поэтому карта на экране Европы, но я тыкаю в нее, о-о-о, а там еще и гостиницы есть, вот уж не думал, ну и еду туда. Вот, поэтому я, на самом деле, во многом и главное выделяю точно так же в огромном потоке я вдруг решаю прочесть что-то, что мне показалось интересным. Иногда это срабатывает, иногда оказывается полной туфтой, а что я считаю самым главным? Смыслы. Все-таки интересно, чтобы за всем тем, что ты делаешь, про что ты читаешь, был не только ну, кайф от процесса и какой-то вообще фан, но и смысл. Спасибо. Так, продолжается серия вопросов, которые отправили собравшиеся здесь. Петр Плоских спрашивает очень такой провокационный вопрос достаточно. Яндекс или Гугл? Это цитаты. Я не знаю, что конкретно имеется в виду, но вот вопрос звучит так. И то, и другое. Во-первых, ну, понятно же, что есть вопросы, которые там касаются, не знаю, где лучше купить сейчас по правильной цене какой-нибудь подарок, потому что завтра день рождения. Я честно скажу, что да, Яндекс на этот запрос ответит лучше, а с другой стороны, если вы планируете завтра поездку во Франции, то вот лучше готовить тур по достопримечательностям Франции, опираясь на результаты Гугла. Ну и вообще, там, дальше вкусы, еще что-то. То есть, вот как раз я считаю, что прелесть большая нашей страны, что можно в этом месте их совмещать, потому что ситуация, например, когда у тебя безвыборный один поисковик или там одна единственная социальная сеточка, она немножечко как-то расслабляет авторов этой сети, она там работает хуже. Понятно, конкуренция, в общем, здоровая вещь. Да, и правильно быть мультипользователем вот в нашей терминологии, то есть, как раз, на мой взгляд, самые продвинутые люди, это не фанаты одной или другой системы, а мультипользователи, которые очень хорошо поняли, какие задачи, их собственные задачи решает лучше одна система, какие другая, и легко переключаются между ними. Понятно. И еще один очень короткий вопрос. Артур Дамбис пишет, когда разрешать браки и ИИ, ну, видимо, искусственного интеллекта? Браки? Да. Ну, ребят, это же вопрос к юристам. Вы же понимаете, что вот там браки между людьми различной сексуальной организации юристы признали когда-то, а люди сами, вот они начали тогда, когда им захотелось. Я абсолютно уверен, что сейчас есть люди, которые вот прямо очень хотят там, ну, на Олексе жениться, скажем, политкорректно, чтобы не трогать Олеса. Вот. Ну, наверное, хотят, а когда им это разрешат, вопрос к законодателям. Понятно. Спасибо большое. Андрей Сибрант. Ваши аплодисменты. Вы их заслужили. Директор по стратегическому маркетингу Яндекса. Теперь мы можем сказать, что, наверное, искусственного интеллекта бояться не стоит. Не надо. Говорят специалисты. Верим. Все, хорошего вам вечера. Я думаю, у вас впереди необходимое расслабление планируется. Спасибо.